Я уже несколько недель говорю через послание ефесянам. Я начал, я хочу завершить, учить по этому посланию. Мы три недели подряд уже изучаем его. И я надеюсь, что вы что-то помните. Мы научились тому, что без жертвы Иешуа невозможно зайти в место Божьей воли. И одно из имен Машиаха — это наш мир. И это не только связано с миром внутренним в человеке. Или миром между людьми. Но каким-то образом, который нам сложно понять, Бог просто дал нам мир между земным и небесным. Это большая тайна. И Шауль говорит, не всегда думайте о том, какую новую одежду вам нужно купить. Иногда подумайте так же о небесах. Это вас откроет. И так же мы выучили, что не только между земным и небесным нужно соединение и мир, но также между людьми. И Шауль также определяет это как тайну. И он говорит, что когда-то вы евреи, были только одни Божьей семьей. Делали плохо или хорошо, но ваш отец всегда вас любил. И вы не были достаточно открыты, чтобы это доброе принести другим народам. Но также народы были в своей гордости и не хотели ни вас, ни меня. Но из-за воскресения из мертвых мессии, что-то в других народах открылось. И они стали готовыми принять истину с небес и также соединиться. Соединиться для обитования народа Израиля. Вы это слышали, да? Сегодня мы продолжаем. Я говорю так, что я вас усыпляю. Давайте откроем окна. Здесь, мне кажется, жарковато. Я вижу, люди сидят, практически засыпают. Я вам дам патент. Возьмите с собой солнечные очки. И тогда никто не будет видеть, спите вы или нет. Только нужно наблюдать за своим ртом, чтобы не храпеть. Сегодня мы начинаем изучать четвертую главу послания эфесянам. И она не такая духовная. Но она очень практическая. И через нее мы тоже научимся нескольким основам, очень важным. Кто из вас знает, что такое структурный вопрос или бюрократия? Кто знает? Когда мы слышим слово структура или бюрократия, у нас обычно хорошие ассоциации или плохие. Эти служащие, тупые. Но если структура выстроена правильно, и она должна быть связана с бюрократией, то все быстро выстраивается. Потому что без системы, без структуры и без бюрократии наступает хаос. Где есть нужда в системе и в бюрократии? В государстве. В образовательной системе. В Таасия. В производственном. В армии. В медицине. Без структуры или бюрократии медобслуживания будут получать только богатые. Или те, у кого есть связи, близкие работают в этой системе. Поэтому структура или бюрократия это не всегда плохо. И четвертая глава послания эфесянам говорит о структуре, о системе в общине. И какие ценности есть в этой системе. Какие моральные ценности. Как вести себя. Если мы этого не понимаем, мы не будем знать, как продвигаться и расти в общине. Вот я сказал несколько раз община. Что значит община? Не в Израиле есть церковь. Мы не говорим про себя церковь. Потому что это не очень приятно звучит для еврейского уха. И все меня понимают. Я не хочу здесь останавливаться. Мы говорим тело Мессии. Или мы говорим община. Или мы говорим собрание святых. Что значит община? Что значит община? Есть очень много описаний в Священных Писаниях. И каждый из них отличается. Но мы уже говорили о том, что такое синониме. И я хочу привести вам один из примеров, который описывает, что значит община. Я очень много слышал объяснений по поводу того, что есть община. К большому сожалению, верующие в Ишуа арабы, которые живут в Израиле, не все, но очень многие. Когда ты спрашиваешь, какое твое гражданство, они говорят, у меня небесное гражданство. То есть в Мессии есть ума, что такое ума? Есть одна нация, которая не стоит на земле, она всегда витает в облаках. Это ерунда. Это ерунда. И у каждого человека есть гражданство земное. Это наше гражданство. И мы часто уже изучали, что Бог заключил свой совет только с одним народом. С каким народом? С народом Израиля. И это не унижает другие народы. Совсем нет. Другие народы погрузились в балаган. Я не раз учил о смешении Вавилона. Когда народы пошли в другом направлении, в совершенно противоположном направлению Божьем. Если кто-то сейчас справляется бороться со сном, поднимите руку, мы вам сделаем кофе. Но, пожалуйста, проснитесь и слушайте меня внимательно. Написано в Бытие 12 главе, что Бог дал призвание Аврааму. И Он сказал, Я сделаю из тебя народ. Кто помнит этот момент, когда Бог сказал Аврааму принести в жертву своего сына? Не нужно открывать, только Авигаль нам покажет Бытие 17, 22 стих. И там написано, что Бог сказал Аврааму, что из-за того, что ты согласился принести в жертву своего сына, я благословляю тебя и твоих потомков, твой народ. И у вас много будет целей в этом мире, но три самых основных. Первое. Вы будете настолько многочисленны, как звезды небесные и как песок морской. И второе. Он сказал, благословляю, благословлю тебя. И в семени твоем благословятся все народы. Кто знает, что значит семя Авраама? О чем говорится здесь? Викторина. Семя Авраамова, это кто? Шауль очень хорошо истолковал. Он сказал, что когда про Авраама сказано было, в семени твоем благословятся все народы, это означает, что все народы будут иметь спасение в Мессии. Но есть еще одна цель. Вы будете воинством против врат врага. Что значит воевать против врат врага? Мы об этом изучали. Если народ Авраама должен принести свет тем, которые просто погрязли в балагане Вавилона, они приносят свет в Вавилону. Они вытаскивают из Вавилона людей и приводят их в Божий свет. Дают им возможность измениться. Об этом весь Танах. Об этом весь Новый Завет. Не война дьявола с Богом. Такого не существует. Это война от дьявола с Богом. от кهила или от дьявола от дьявола билбуль в этом мире. Но война потомков Авраама против балагана этого мира. Я дам вам еще один пример. Откройте со мной вместе. Это Исайя 41 глава. Исайя 41 глава, 14-15 стих. Я прочитаю. Открыли. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой Святой Израилев. Вот я сделаю тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы и холмы сделаешь, как мякину. Это синоним это синоним того, что я прочитал про Авраама. Бог берет Израиль. И с его помощью разрушает балаган, который празднует у других народов. Я попросил Илью принести мне нож, я вчера увидел на кухне. Наши сестры с Китая таким готовят. Я хотел привести пример вам показать. Вот это вот пример я хочу вам показать. Бог держит Израиль вот таким образом. Это то, что написано. шовер это билбуль что хия каям бетуха амин. И разрушает весь этот балаган, который находится в других народах. И вот пришел Иешуа. И где он? Бегарзэн הזה у басакин הזה. Где он находится в этом лезвии? Я думаю, что он острая часть. Потому что те, которые пошли за ним, приняли не только откровения, но также силу воскресения из мертвых. Которые открывают врата Вавилона или врата вражеские. Поэтому те, которые находятся на острие, это община Мессии. Но весь этот нож это Израиль, только Израиль. И Бог говорит, не бойся, малочисленный Израиль. Я держу тебя, и с твоей помощью я делаю операцию всему миру. Акшав, анахно юдим, шеба сура парца мехуц ль Исраэль льгоим, и мы знаем, что благая весть вышла за пределы Израиля ко всем народам. И многие стали учениками Ишуа или сыновьями Авраама в Тухе. И к какой части этого ножа они присоединились? То же самое к острой части. потому что священные писания раз за разом в Новом Завете говорят, вы царственное священство. Вы тот народ, который я избрал. Это то, что мы учим в послании к эфесянам. Я хочу сказать, что община нуждается в структуре и в ценностях как себя вести. И если мы не принимаем эти ценности, и если мы не ведем себя так, как нам повелевают священные писания, то острая часть сильно затупела. Возьмите помидор и попытайтесь порезать ее тупым ножом. До того, как я начинаю делать салат, я всегда точу нож, потому что по-другому из помидоры будет только сок. Если мы хотим быть телом готово к добрым делам, нам нужно понять структуру более или менее. И также позаботиться о том, чтобы внутри нас было правильное развитие. И об этом написано в послании Ефесянам в 4-й главе. Я хочу прочитать несколько стихов. С первого по пятый. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звание, в котором вы призваны, со всяким смиренно мудрением и кротостью и долготерпением, снисхотя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Здесь говорится о том, что если мы друг к другу относимся, мы связаны друг с другом и мы учимся о том, как быть гибкими, мы вместе получаем слово и направление, и мы вместе идем за движением Святого Духа, тогда мы уже становимся общиной и Бог использует нас и Шауль продолжает для этой структуры он внес определенную бюрократию и мы прочитаем с 11 по 13 и одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Мессии, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Мессии. Я часто был на различных конференциях, особенно за границей, до пандемии, визитные карточки визитные карточки. кредитные визитки мне давали. они шалих Вася Пупкин. Имеет? Потом я вижу на визитке написано апостол Вася Пупкин. Или пророчица Миссис такая-то. Вы понимаете, они всегда хотят сказать, что они говорят, они хотят сказать, Мазальто. Поздравляю тебя, Мазальто ву Симхату. Мы несколько раз видим, что Шауль называет себя апостолом. И он действительно был апостолом. Но часто он себя называет Раб Божий. И вы понимаете, что это определение вот эти звания, погоны. Мы получим там, когда мы будем стоять на суде Мессии. и очень часто, скорее всего, те, которые считают себя генералами, не будут даже солдатами. Понимаете меня? Здесь Шауль говорит, есть система, есть ответственные, есть пастыри, есть учителя и так далее. Не нужно задирать свой нос слишком высоко. Но вся эта система работает для двух целей. Первое это принести истину этому миру. Где мой топорик? Первое это воевать против врага. А второе чтобы внутри нас мы пришли в полного возраста Мессии. И здесь должна быть определенная баланс определенный. Потому что Иешуа говорит, если вы изгоняете бесов а сами не растете в вере, то вы ничто. Я пока был достаточно ясным. И чтобы мы выучили как не обижаться и не обижать других. Часто меня обидели, пастор, меня обидели. А ты никого не обижал? Нужно научиться. И в самом начале будут обиды. Я не буду ходить вообще, но я буду смотреть вас онлайн. Мне так хорошо, меня никто не обижает. Через банковский перевод буду отдавать десятину. Это замечательно. Но когда мы живем как люди, когда мы иногда обижаем и учимся прощать или просим прощения, тогда мы меняемся. Когда в нашем хождении мы будем получать внутреннее исцеление и также будем приносить исцеление другим. Если только все ради себя любимого, то это не очень хорошо работает. когда мы очистимся от идолов и от скверны, тогда мы сможем помочь другим очиститься. И поднимается эта система того, как живет эта структура. В каждой структуре есть внутренние законы. Мой старший сын много лет участвуют в клубе любителей антикварных машин. есть подземная стоянка, они там встречаются. И они по четвергам там сидят. Пару раз я ходил с ним, потому что мне же надо знать, куда мой сын ходит. Прикольная атмосфера. И евреи, и арабы там. Я сказала, как хорошо вы все общаетесь. Он говорит, у нашего клуба есть три закона. Мы не посылаем друг другу грубые видеоклипы. Мы не материмся. И мы не говорим про политику. Три основа. И они все с друг другом очень хорошо общаются разного возраста людей. От 20 до 80 лет сидят там разговаривают только про машины. И действительно приятная атмосфера, могу вам сказать. у общины есть ценности, которые нам приносит Святой Дух. если я прочитаю 17 22 23 стихи. скотув кант посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Или отложите прежний образ ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновитесь духом ума вашего. Это все понятно. Очень все понятно. Если мы хотим быть общиной или острым ножом в руках Бога, нам нужно быть на определенном уровне. это относится и к молодому и к более старшему возрасту. И вдруг Шауль здесь приносит еврейское откровение о покаянии. Вы слышали, что значит покаяться. Они уже видели в силе Вавилона вы идете в противоположном от Бога направлении. А здесь нужно обратиться не только в субботу. А в один день обратиться и каждый день идти в правильном направлении. Из 25 по 32 стих очень ясно написано. Посему отвергнув ложь говорите истину каждой ближнему своему. Гневаясь не согрешайте. Солнце не зайдет во гневе вашем. Не давайте место сатану. Кто крал впредь не кради, а лучше трудись. Никакое гнилое слово шум мила гаса. Никакое грубое или гнилое слово. Тот кто не понимает русский откройте на своих языках Библии. Я читаю сейчас. Не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Не будьте гневливыми людьми. Не лги и не кради. Это десять заповедей. Не совершай прелюбодеяния. Почитай своего отца и мать. Поклоняйся только одному Богу. И все с тобой будет в порядке. И ты будешь острым ножом в руке Бога. Если мы переходим к пятой главе, не Шауль разделил это на главы. Какой-то другой умный человек разделил. Но в пятой главе продолжает эту идею. Третий стих. облуд всякая нечистота и любостяжание не должны именоваться у вас. Как там любостяжание? любостяжание. Любостяжание. они увлекнут к лах сенец либо бай они царых лиз рок этими обгадим шили когда когда я люблю покупать и вся склад дома устраивать. Я тоже так люблю. Они царых лиз рок хэтсими а дворым шеканители фне срым шанаба не к варшах у меня мне надо всю одежду которую я 20 лет назад купил выкинуть потому что я все равно три только рубашки одеваю. Те которые рядом висят. Иногда люди с ума сходят по этому поводу. Это становится не фобия а мания. зависимость становится. 6 и 8 Марк говорил сегодня об этом. Не пустословьте с теми людьми которые любят пустословить. это нас приводит к первому псалму. в первом псалме написано что блажен муж который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей и не стоит на пути грешников. Иногда мы просто говорим ерунду. Это не то что нам нельзя иногда встречаться с друзьями и говорить шутить но есть люди которые только этим и занимаются и тогда это становится проблемой. 11 10 11 стих испытывайте что благоугодно Богу и не участвуйте в бесплодных делах тьмы но и обличайте. Испытывайте что угодно Богу и этот стих дает нам достаточно много свободы. Мы не роботы. Нам не нужно делать один два три и все. Если вы хотите что-то попробовать сделать и в этом нет греха то можно попробовать. И также в духовных вещах. Шауль говорит об этом практически во всех посланиях. Он говорит все мне позволительно мне все полезно. И каждый из нас отличается друг от друга своей какой-то личностью. может быть кто-то получает откровение только тогда под душем стоит. Я получаю много когда плаваю в бассейне. Потому что в этот момент я ни на кого не нужно пойти на берег моря. И дает синоним этому. Закройся в комнате один на один. Неважно как ты это делаешь. Иногда я еду в Иерусалим на какую-то встречу и для меня это большое удовольствие быть один на один со своими мыслями. пытаться получить откровения своими способами. Но самое главное не отступить от того что здравая дорога и учение. Каждый из нас потому что ты сам будешь стоять на суде Мессии. И не говори мой лидер общины меня так научил. Мы здесь этой сцены даем широкий принцип. Но в один день Бог скажет вот нож или меч в моих руках. А где ты участвуешь в этом мече? Возможно ты вообще не острый. Давайте мы встанем помолимся вместе. Отец наш небесный я молюсь чтобы Святой Дух дал нам желание углубляться. Дай нам Дух Откровения чтобы со всеми святыми мы могли понять что значит широта и глубина и долгота что значит силы начало и власти где мы находимся во всей этой системе где я со своими устами и своей совестью со своими действиями Отец наш небесный я обращаюсь к тебе и прошу чтобы ты очистил меня кровью Мессии Ишуа и наполнил меня Святым Духом Духом Откровения чтобы я мог увидеть истинную картину и помоги мне увидеть когда приходит волна Святого Духа чтобы я мог прыгнуть в эту волну и участвовать там с тобой в твоих делах я молюсь за каждого из нас это молитва не только за меня а за себя я молю за всех нас помоги нам Господь не играть с тобой в игры во имя Ишуа Мессии Аминь